Ни водки, ни пани. Второй важный момент, на который вам обязательно нужно обратить внимание заранее. Называется он у меня условно так. Ни водки, ни пани. Что это означает? Дело в том, что, во всяком случае, это было так еще заложено с 90-х годов, что часто у нас деловые отношения формировались в каких-то таких неформальных условиях, именно в постсоветском, опять-таки, пространстве, где какие-то закуски, возлияние непонятных напитков. И это все вроде как настраивало людей на такую неформальную волну. И они там заключали контракты, как-то там дальше продолжали развивать отношения друг с другом. И, собственно, это вошло в нашу привычную матрицу восприятия деловых отношений. И если вы надеетесь, что у вас получится завязать какие-то теплые отношения с арабскими партнерами, то здесь нужно обязательно с самого начала учесть тот факт, что у вас не будет возможности расслабиться вместе с собеседником с помощью алкоголя. И кажется, что это момент очевидный. Но что здесь важно? То, что мы часто несем свой образ как образ такой немножко настороженно-напряженный. И естественным путем многим из наших людей, особенно в непривычной обстановке, трудно как-то раскрыться. Вот именно раскрыться. А для арабских партнеров это самый важный момент. Момент взаимного раскрытия и вот этого какого-то душевного настроя на общую волну. И как же это сделать, если нет привычных условий? Я предлагаю очень простой, очень красивый и культурный вариант. Оказывается, растопить лед в общении с арабскими партнерами гораздо проще, чем может вам показаться. Для этого не нужно как-то менять себя, для этого не нужно что-то играть или подстраиваться. Для этого достаточно сказать буквально несколько слов на родном для арабов языке. Буквально пара уместных слов на арабском языке, пара фраз способна перевести всю вашу беседу в совершенно неформальное русло. Дело в том, что для арабов, если вы хотя бы немножко погружаетесь в их культуру, проявляете интерес к их языку, для этого не нужно владеть арабским языком в совершенстве. Для этого достаточно буквально некоторых вкраплений арабского языка в вашем диалоге. Но если арабы видят, что вы действительно настроены открыто на изучение их культуры, для них это лучший комплимент без слов. То есть большего подарка вы для них сделать не можете. Я даже не знаю, как это работает, но у них это связано с национальной гордостью, с каким-то ощущением собственного достоинства, когда они видят, что иностранец интересуется их языком, их обычаями. И вы можете показать, что вы умеете читать по-арабски слова. И это производит совершенно магический эффект. Арабы изучают арабский свой родной язык в школе очень тяжело и очень по таким, знаете, сухим и схоластическим программам, что им самим кажется свой язык ужасно сложным, абсолютно недоступным для иностранцев. И если вы говорите по-арабски, то это еще как-то ими воспринимается, что это нормально, что вы можете сказать несколько слов. Но когда вы пишете, для них это просто чудо. Если вы можете написать, допустим, свое имя или просто шокран по-арабски в телефоне, они даже представить не могут, что иностранец способен освоить вот эти их закорючки. Им кажется, что их язык недоступен для внешнего мира. И когда они сталкиваются с человеком, который способен написать собственное имя по-арабски, вся беседа сразу переводится на такой добрый открытый лад, что вам дальше не надо будет просто даже прикладывать каких-то усилий для того, чтобы эта беседа потекла свободным потоком. Просто несколько слов, несколько фраз, и все, вы уже зажгли собеседника. Собеседник вас сам выведет на нужные темы, он сам вас расспросит и сам вас поведет в том направлении, в котором вы найдете взаимный контакт и взаимную пользу от общения. И тут, конечно же, практический вопрос. За какое время вы сможете освоить подобные премудрости арабского языка? И здесь я тут же развею все ваши страхи. Дело в том, что на простейшие элементарные знания в арабском языке, которые помогут вам в бизнес-общении, вам понадобятся буквально считанные уроки, считанные часы. То есть это даже не дни, месяцы и годы, а всего лишь несколько часов занятий, введения в арабский язык и культуру.